Это сопроводительное письмо к заявке на участие Котласа в федеральном конкурсе «Равновесие активации городских связей», подписанное главой города Андреем Бральниным. Он поставил свою визу, в том числе и под источниками финансирования Котласского проекта. Это по условиям конкурса не только бюджетные, главным образом федеральные, но и внебюджетные средства. Последние на сумму 33 миллиона 900 тысяч рублей. В этой же конкурсной документации есть и гарантийные письма от шести предпринимателей, адресованных администрацией Котласа, которые обязуются в течение 2019-2020 годов вложиться в благоустройство прилегающих территорий. Например, 2 миллиона рублей обещал освоить Игорь Шаломицкий. 11,5 миллионов прогарантировал Роман Кучепатов. 6 миллионов – директор техстроя Александр Валов. Чего, чего? 6 миллионов? Это кто такое написал? Не, не может быть. Не может просто быть. Я там подписывал 10 тысяч, я не знаю, откуда сделалось 6 миллионов. Примерно то же самое нам говорили и другие предприниматели, подписавшие эти гарантийки. Указанная в них сумма вызывала у них шок. Они в один голос утверждали – про миллионы даже не слышали. Обещали лишь несколько тысяч рублей. Письмо на 6 тысяч рублей мы подписывали. Оно, может, просто не очень так грамотно составлено, но в любом случае это не имелись в виду миллионы. Итак, на словах шла речь о тысячах рублей. А что на бумаге? Вновь смотрим гарантийки. В них трактовка, по всей видимости, может быть двоякой. Исходя из этой строчки, Александр Валов должен освоить 6 миллионов рублей. Именно в таком виде указываются шестизначные суммы в официальных документах. Но чуть ниже, в графике финансирования пометки в тысячах – нет. Так что вопрос – какое количество нулей следует вложить? Хотя, если посмотреть строчки финансирования, то приходишь к выводу, что изначально администрация подразумевала все-таки миллионы рублей. Согласитесь, за полторы тысячи рублей обустроить тротуар нереально. Если брать за основу общую смету по горбатому мосту и благоустройству прилегающих к нему территорий, и этих денег хватит разве что подмести пешеходную дорожку. Одна квадросфера на путепроводе свыше 4 миллионов рублей, а тут парковку за полторы тысячи – это точно утопия. Тем более, что на других гарантийках, например, от ИП Стрекаловская, ИП Шаламинский, Кучепатов, на те же самые работы суммы указаны уже в миллионах. Еще один аргумент. В пользу того, что речь шла все-таки о миллионах. Если сложить все суммы по шести гарантийным письмам, как раз и выходит 33 миллиона 900 тысяч рублей. Копейка в копейку, как указано в сопроводительном письме к заявке за подписью Андрея Бролина. Другой вопрос. Какую цену имеют эти бумаги? Например, Анна Аникина должна была привлечь инвестиции еще в 2019 году. Но помимо подписания документа, на деле от нее никто ничего не требовал. По крайней мере, пока. На сегодняшний день не выделял деньги и Александр Валов. То же самое нам подтвердил Роман Кучепатов. Вы вложили эти деньги, потратили. Нет. То есть вы инвестиции ни в какие не вкладывали? Нет. Там был у меня участок. Ну, где он есть. Мы хотели строить там кафе. Там конкретно на каком номере, на каком участке. И вот туда мы хотели инвестировать эти деньги. Но это мы не для администрации хотели инвестировать, а для себя. Что же получается? Есть шесть гарантийных писем от предпринимателей на 33 миллиона 900 тысяч рублей, которые подписаны реальными людьми. Но эти люди сегодня еле вспомнили о существовании этих писем и даже ужаснулись суммам, которые пообещали городу. А вдруг администрация потребует исполнения гарантий? То есть мы можем предположить, что эти гарантийки кто-то в администрации изначально составлял фиктивно, чтобы был полный пакет документов, необходимый для участия в федеральном проекте. На первый взгляд, ничего страшного. Но, внимание, вопрос. Если предприниматели не вкладывали свои миллионы в проект, значит софинансирования из внебюджетных источников не было в принципе. И получение федеральных денег под Горбатый мост и три зоны отдыха было незаконным? Или вместо бизнеса вложился бюджет? Но тогда же это не целевка? Или нам все это показалось, и котловские чиновники показывают высший пилотаж партнерства с бизнесом? Елена Кермич, КотНьюс.